МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости общественного телевидения «Наукограда» в студии Антонина Лемкова. Евгений Андреев, здравствуйте. В начале коротко о главных темах выпуска. Радикальные меры. 10 газетных киосков пропали с улиц города. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Борьба на выживание. Детский сад Бийска удивляет мероприятием. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Готовность оздоровительных лагерей. Хватит ли мест всем желающим? И об этом прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Считанные дни остались до начала продажи путевок в загородные оздоровительные лагеря для детей. Их стоимость в этом году составляет 11,5 тысяч рублей. Однако ровно половину вам компенсирует краевой бюджет. В начале июня детей и подростков встретят четыре муниципальных загородных лагеря. Ракета, факел, лесная сказка и Алтай. А также краевой лагерь Чайка и санаторий-профилакторий Нина. Путевки начнут продавать со следующего понедельника в управление образования. Родителям необходимо обратиться к классному руководителю, заполнить заявление на компенсацию 50% средней стоимости путевки в загородные оздоровительные учреждения для учащихся школьного возраста до 15 лет включить. Кроме того, почти 6 тысяч убийских школьников смогут отдохнуть в лагерях с дневным пребыванием. Они будут открыты в 30-ти общеобразовательных учреждениях. Этот вид занятости детей наиболее популярен среди самих отдыхающих и их родителей. Ведь всего за 420 рублей за ребенком будут присматривать ежедневно в течение 6 часов. Кроме того, в пришкольном лагере предусмотрено трехразовое питание. Многолетнему беззаконию положен конец. Владелец одной из крупных сетей по реализации печатной продукции сегодня лишился около 10 своих киосков. Ни уведомления, ни предписания на нарушителей не действовали. И вот сегодня городская администрация приступила к радикальным мерам. Что ждет владельца киосков и где ему теперь искать свое имущество, выясняла Ирина Дубицкая. Вот в таком вот заколоченном виде, не функционируя, этот киоск стоит уже второй год. Владельцу выдавали предписание на демонтаж места положенного одного раза целых три. Однако меры приняты не были. Теперь после демонтажа это место займет объект уже другого владельца на законных основаниях. Это только один из 15 газетных киосков, которые в ближайшие дни демонтируют представители администрации, управления муниципального имущества и налоговой инспекции. Причина – владелец захватил землю самовольно и не платит налоги. Убираем его, потому что он стоит без каких-либо правоустанавливающих документов. Это то есть он не включен в схему размещения нестационарно-торговых объектов первой группы. И он, естественно, стоит без договорных отношений с управлением муниципальным имуществом. То есть у него нет ни договора о аренде, никаких-либо документов. Решение суда о демонтаже данных сооружений вступило в силу еще в октябре прошлого года. Однако и этих шести месяцев хозяину киосков оказалось недостаточно, чтобы привести все в соответствии с законом. Теперь за такую помощь в демонтаже ему придется серьезно раскошелиться. При изъятии киоска задействована автовышка по отключению электроэнергии, час работы автовышки, стоимость часа работы автовышки – 1200 рублей. Также придется владельцу оплачивать стоимость перевоза и погрузки киоска. Это тоже в районе 1200 рублей. Отдельной строкой владельцу киосков предстоит платить и за хранение своего имущества. Как заверили участники рейда, гораздо дешевле и проще самому своевременно провести демонтаж. К тому же киоски можно было сдать на металл и хотя бы частично покрыть расходы. Такой совместный рейд проводится впервые. Но, как сообщили его участники, теперь он войдет в практику. В городе еще несколько сотен нестационарных объектов торговли, которые стоят незаконно. Ирина Дубицкая, Алексей Мельков, Новости ОТН. В четверг, 10 апреля, с 12.44 до 13.25 в городе будет звучать сирены. Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций будет проводить проверку систем оповещения населения. В это время не стоит беспокоиться и просто нужно прослушать информацию управления ГОИЧС. Продолжаем выпуск. В Наукограде после реконструкции открывается детский сад на 110 мест. А около 80 молодых семей получат сертификаты на улучшение жилищных условий. Это главные социальные новости. Сегодня их озвучил глава администрации города. Ирина Попова продолжит. Николай Нонко встречи с журналистами города проводит регулярно. Эта пресс-конференция стала первой в году. Апрель – месяц особенно подходящий. Уже есть, что обсудить после зимы. Вопросов десятки. Тяжелая из них – добрая половина. Николай Нонко отвечает на все. Закрытых тем для него нет. Мы работаем здесь, конечно же, тоже. Эйфория по возведению первого в городе энергоэффективного квартала закончилась слишком быстро. Чудо-дома не выдержали первой же зимы. В квартирах промерзали стены. Только через две недели прогремевшим на всю страну новостройкам отмечать годовщину. А жалоб от жителей уже достаточно. Комиссия отработала каждое обращение. Специалисты вынесли вердикт. Подряд на организацию, которая строила КАМАЛ, допустила брак, по сути дела. И мы должны буквально до 15 апреля этот брак постараться устранить. Работы там уже ведут. Ремонт и содержание дорог в Наукограде теперь будет осуществляться, в том числе за счет средств муниципального дорожного фонда. Это совершенно новое понятие для городского бюджета. Дорожный фонд начали формировать с начала этого года, а источники были известны еще в 2013-м. Преимущественно это доходы от акцизов на нефтепродукты. Каждое предприятие, которое занимается производством нефтепродуктов, оно заполняет декларацию, где делается расчет этих акцизов. И потом эти акцизы собираются в городе Смоленске, казначейством, и оттуда уже по всей стране распределяется по всем муниципальным образованием. Контролируют эту процедуру казначейства. Всего в бюджете города в этом году на содержание и ремонт дорог запланировано более 110 миллионов рублей, в том числе почти 18 миллионов как раз средства муниципального дорожного фонда. Большую часть этой суммы потратят на капитальный ремонт улицы Волочаевской. В ближайшее время на конкурсной основе определят подрядчика. Сейчас же власти готовятся к празднованию 305-летия Бииска. Главное мероприятие состоится на стадионе «Юбилейный». Но все секреты Николай Нонко раскрывать не стал. Ирина Попова, Сергей Доровских, Сергей Кузнецов, Новости ОТН. Сегодня депутат Государственной Думы от Алтайского края Александр Прокопьев находится во Франции. Там в городе Страсбург проходит конвенция медикрима. Это мероприятие организовал Европейский директорат по сертификации качества лекарственных средств и охране здоровья Совета Европы. Александр Прокопьев выступает с докладом о совершенствовании российского законодательства, а именно о введении мер ответственности за контрафактную и фальсифицированную медицинскую продукцию. Речь идет о законодательной инициативе, одним из авторов которой является Александр Прокопьев. Принятие закона предполагает ратификацию так называемой конвенции медикрим. Это документ Совета Европы направлен на противодействие фальсификации лекарственных средств и иных преступлений, связанных с угрозами здоровья населения. Болота в детском саду Бийска. Малыши ведут борьбу на выживание. Почему дети сами добывают себе еду и в чем в этот момент занимаются взрослые, расскажет Евгений Плохотин. Джунгли зовут! Здесь красиво, как здесь все интересно. Итак, предлагаю начать наше соревнование. Детский сад Золушка сегодня превратился в настоящие джунгли. Дети пробираются через болото и проникают в пещеру. Путешествие отнюдь непростое. Игра «Джунгли зовут» захватывает и детей, и взрослых. За приключениями отправились две команды – хищники и травоядные. Мальчишки и девчонки сами добывают еду и собирают кокосы. В быстроте и ловкости соревнуются шести- и семилетки. Болеют за них мамы, папы и бабушки. Творческий подход в этом детском саду виден во всех проводимых мероприятиях. После вот долгой зимы что-то нам захотелось такое в жаркое место, в жаркое лето. Вот мы решили провести такие соревнования. Травоядные в первом же конкурсном задании вырвались вперед. И дальше они продолжали наращивать свое преимущество. В необычной эстафетной гонке в сапогах-скороходах, а это были калоши на 25 размеров больше детских сандалей, травоядные вновь стали первыми. Первое и долгожданное очко команда хищников заработала в сборе кокосов. Здесь ребята оказались не только быстрее, но и точнее. После на заминированное поле вышли капитаны. Им нужно было пройти по тропе, не наступив на препятствие. Лидер травоядных Виктория Сидорова испытание прошла успешно. Допустила всего три ошибки. Не сложно. Все было хорошо и хорошо. Я пыталась пыть по камешкам, наливать воду. Мне понравилось, как мы носили воду, как мы сейчас будем играть. Победу в соревнованиях праздновали травоядные, однако у хищников еще будет шанс взять реванш. Детский сад «Золушка» находится в ведении предприятия «Валар». Стоит отметить, что крупнейший в России производитель биологически активных добавок носит звание «Социально ответственный работодатель». Его сотрудники получают санаторно-курортное лечение, бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря, централизованное оформление сберкарты пенсий. И это далеко не полный перечень социальных гарантий. Несколько миллионов мы расходуем на компенсацию курортного лечения, потом подарки детям, новогодние праздники, потом что еще? Столовая, бесплатная, транспортная. Одна из крупнейших в России фармацевтических компаний и абсолютный лидер в стране по объему выпуска натуральных препаратов для сохранения и укрепления здоровья. Сегодня в ассортименте более 200 наименований препаратов в самых разнообразных формах. Предприятие производит для собственных нуж 60 тонн сухих экстрактов в год. По объемам производства в прошлом году Эвалар вышел на 9 миллиардов рублей, а в этом году планирует перешагнуть планку в 10 миллиардов. По прогнозам специалистов, в мире ожидается рост продаж БАДов. Стоит отметить, что сегодня в России биологически активные добавки регулярно употребляют лишь 2% населения. В то же время в Европе и США это более 50% населения. А в Японии БАДы принимают 90% жителей. Эта страна с самой высокой продолжительностью жизни. Всенодиктант. 12 апреля Наукоград присоединится к всенародной акции по проверке грамотности. БИСК примет участие в тотальном диктанте уже во второй раз. Как и в прошлом году, основной площадкой для диктанта станет Алтайская государственная академия образования. Здесь уже с 14 часов в субботу будут ждать всех, кто решит проверить свою грамотность. Диктовать будут специалисты-преподаватели кафедры русского языка. Особенность нынешнего мероприятия состоит в том, что в нем примут участие слепые и слабовидящие дети, учащиеся школы-интерната. Они будут писать диктант шрифтом Брайля на специальной бумаге. Особенность этой площадки в том, что она закрытая. То есть попасть туда просто желающему человеку возможности не будет. Это связано с техническими возможностями, поскольку там достаточно ограниченное количество мест. И достаточно сложно организовать дополнительные места. А сейчас традиционный звонок из села. Сегодня с нами на связи Марина Харахордина из Зари. Марина Дмитриевна, добрый вечер. Здравствуйте. Что сегодня у вас интересного проходило в поселке? Сегодня у нас на отделении Заря, поселке Заря, проходило большое мероприятие. Как и обычно, мы в это время выходим на субботники. Убираем территорию поселка, завезли песчаногравийную смесь. Жители поселка вышли с лопатами, сами разровняли дороги, чтобы подремонтировать маленько. Также побелили деревья, убрали прилегающие территории. Ну и как результатом, довольны? Ну конечно, красивее и тища стала. Стараемся поддерживать порядок. Спасибо за такую интересную информацию и всего вам доброго. До свидания. До свидания. Если у вас тоже есть новости и вы хотите поделиться ими со зрителями общественного телевидения Нукограда, звоните нам в редакцию. Телефон 3308-95. Мы очень рады каждому. А это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Впереди по традиции погода от народа. Мы с вами прощаемся. Ну не забывайте, ждем вас ежедневно в нашей студии. Смотрите нас также в интернете на канале YouTube. Удачи и до встречи завтра в это же время.